Ну что ж, бренд Trinx, о котором мы как-то упомянули на выставке, а потом у них взлетели продажи очень сильно, и сейчас мы видим воочию стенд китайский, потому что велики это китайские, и за моей спиной у них огромный стенд с огромным экраном, там представлены двухподвесы, электродвухподвесы, карбоновые, кандриники, шоссейники, вообще полная линейка, сейчас пробежимся по модели. Перед нами сейчас Trinx Factory Team в подвес, который участвовал, судя по логотипу, на раме в Олимпиаде Tokyo 2020 в кросс-кантере соревнования, то есть бренд настолько популярен в Китае, что они выставляют свою команду для участия в Олимпиаде, у них есть свои гонщики олимпийские, собран велик на XTR, рама естественно карбоновая, подвес RockShox, Access подсидел, и вот смотрите, у нас сочетание вилка, и подсидел у нас от RockShox, а трансмиссия и тормоза у нас от Shimano, то есть все-таки XTR, по мнению ребят, на Олимпиаде будет работать лучше, чем электрический Access, а может быть просто к Олимпиаде не допущены электротрансмиссии, надо почитать регламент, уверенность у меня нет. И вот за нами Джиолетта Бертони, видимо это тот гонщик, который участвует на этом велосипеде в Олимпийских соревнованиях. Смотрите какой аккуратный городской велосипед с электротрансмиссией, на первый взгляд вообще не скажут, что это электровелосипед, и только наличие такой широкой трубы и вот этой вот вставочки говорит нам о том, что велик-то у нас электрический. Ну а дальше мы уж смотрим конечно на заднюю втулку, видим там маленькую втулочку мотор-колесо и от L2 гидравлические тормоза с радиаторами, которые специально не сделаны для использования на электровелосипедах. Эта модель называется GT-R, господи, какое пафосное название, GT-R E500. Довольно аккуратно выглядит велик, такой прям кажуальный городской электровелосипед, приятно видеть, что может быть китайское таким вылизанным. Но хотя вот такой вот обрубок трубы, опять же, ну вот китайцы, они все-таки китайцы во всем. Блин! Смотрите, какая необычная трансмиссия. Чашки как будто бы с внешнего подшипника, а система под квадрат. Нас не обманешь. Еще один очень аккуратный городской велосипед от компании Tricks с плоским рулем на карбоновой раме. Называется он Miro 3.0. Собран он у нас на Dector тормозах, на карбоновой, опять же, вилочке, на осях. В общем, такой крепко сбитый городской велосипед от компании Tricks. Очень аккуратно выглядит, с интегрированным подсидельным зажимом. И, конечно, аккуратненький задний треугольник, ось, тормоз Flat Mount также убран внутрь треугольника. В отличие от велосипедов Schultz, ну и вот здесь вот под заглушкой у нас спрятан зажим подсидельного шпыря. И его узел из-за этого выглядит очень аккуратно. Нет такого брутального большого зажима. Так что такой маленький аккуратненький городской велосипед. И вот, смотрите, появилась на нем такая наклейка Design in Italy. Прикольно. То есть, какие-то велосипеды они отдают на Design, Outsource в Италии. Именно поэтому они приобретают более такой привычный для нас европейский внешний вид велосипедов. Немножко китайскости надо было добавить вот велосипед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть колец под выносом. Может быть, это для того, чтобы вы его отрегулировали именно вот себя. А может быть, это просто потому что, ну, китайцы. Смотрите, здесь довольно интересное решение использовано, которое мы не привыкли видеть. Используется рулевая, внутрь которой у нас уходит. Вместо того, чтобы сверлить раму и делать в ней внутреннюю проводку, используется рулевая с возможностью проводки через гидролинии и тросик от переключения. На раме здесь есть возможность, судя по всему, крепления для переднего переключателя. Но очень хорошо, что этого сделать не стали. И без него велосипед выглядит гораздо аккуратней. Очень аккуратный контрильничек Hardtail Carbonell от компании Tricks. Называется он S1600 PRO. Из необычного, что привлекло бы внимание, здесь установлена вилка от компании Tricks. Называется она X-SHOW с ходом 100 миллиметров, с возможностью подкачки. Блокировочка механическая, которая выведена на руль. И даже с регулировкой от Spock. И смотрите, у них даже появились вилки с гориллой, как на вилках Manitou, в обратную сторону. То есть они еще и выпускают, судя по всему, свои кадры с же блокировки с различными положениями. Отскок реализован сверху вместо привычного отскока снизу. В левой ноге у нас подкачка воздухом для регулировки жесткости. Ну и вилка за счет этого становится более легкой, потому что снизу штаны довольно глубоко полые. То есть вот настолько у меня палец кое-то внутрь. То есть вот этой части нету ноб. Прикольно. Производство вилок. Так, ну и возвращаясь к велосипеду. У нас здесь карбоновая рама. Руль, видимо, от компании Lindl. Какое-нибудь производство Tricks. ВТБшные грипсы. Подсидел тоже Lindl. Lindl. Какая-то миленькая фирмочка. Велик собран на Остя, как я люблю. Ну и трансмиссия Shimano SLX. Но кассета здесь не SLX, а от компании Sunrace, мне думается. Да. А покрышка здесь, самая продаваемая покрышка у нас на Озоне, это CST Jack Rabbit. Какое-то время мы их купили по очень сладкой цене, а теперь они у нас разлетаются на Озоне, прям как пирожки. И, кстати, этот велосипед тоже задизайнен в Италии, при том, что он бренда Tricks китайского. Ну и, в принципе, вот вся линейка великов дорогих, кантрийных, которые здесь представлены, имеет эту наклеечку, что они задизайнены в Италии. Кстати, какая классная плоская рама. Велосипед у нас модель имеет 35-е годовщина. Видимо, компании Tricks 35 лет и получается, что она постарше, чем я. Велосипед у нас носит название V35 Pro. Судя по представленным дорогим карбоновым велосипедам для Cross Country и том, что компания Tricks имеет свою производственно-заводскую команду, которая участвует в Олимпийских играх, можно понимать, насколько масштабен и популярен этот бренд в Китае. Потому что огромный стенд, огромное количество, широчайшая линейка карбоновых дорогих велосипедов, свои вилки, свое проектное бюро и своя гоночная команда. Вот это мощно. Так что, ребята, пора перестать недооценивать китайцев и начать их воспринимать всерьез. Ну что ж, на стенде компании Tricks мы увидели вилки с названием Expo и подумали, что это бренд Tricks, потому что в описании велосипедов было написано Tricks Fox. А сейчас мы нашли конкретно стенд компании, которая выпускает эти вилки. У них есть широчайший ассортимент вилок от перевертышей до двух коронок. Офигеть просто. Смотрите. RS DH. Вот такая вот с алюминиевыми 36 ногами с магниевыми штанишками. Вилочка. Полноценная вилка RS-однокоронка для маунтинбайка, которая выпускается 27-29. Даунхильный перевертыш с стальными внимания ногами. То есть там у нас скрывается за щитками стальные ноги. Однокоронный перевертыш для фэтбайков. И Muscle Max. Смотрите, какая вилка монструозная абсолютно. Выглядит очень качественно. Одинозировка на ногах типа Кашимы. Такая вот фрезерованная корона. Выглядит очень круто. Смотрите, какая выштемка логотипов с двух сторон. В общем, вот такие вот вилки устанавливаются на электровелосипеды. Ну а на стенде компании с абсолютно безумными глазами показан парковый Dash-гонщик. Посмотрите на его взгляд. Он просто ваше. Да и помимо монструозных вилок для фэтбайков и огромных двухкоронок для айбайков, есть еще и вилки для вполне себе реалистичных велосипедов. Узенькая двухкороночка для Dash-байков с алюминиевыми ногами 34-ми. Перевертыш с названием Cowboy с остальными 32-ми ногами. И Cowboy Pro перевертыш двухкороночка с алюминиевыми 34-ми ногами. В общем, такой вот бренд велосипедов. И помимо этого всего компания выпускает еще и регулируемые подсидельные штыри без выносной регулировки. А вот с такой вот регулировкой, как раньше это делали на Crank Brothers. Ну и вот вилочки в стиле Rock Shops уже больше с черными анодированными ногами 32-ми. Выглядят дорого-богато. Не знаю насчет веса. Никто не может разумительно ответить. Есть даже в таком вот каме-раскрасе невидимая вилка. Я случайно ее увидел, только потому что увидел корону. Производство прямо качественное. То есть у них производятся вилки от эксцентриковых до двухкоронок и перевертыш. Вот перевертыши меня прям сильно удивили. На вилках у нас здесь блокировка, подкачка воздухом, но еще вполне. И 15-й ось, что так надо. То, что мы увидели вилки X4 на велосипедах Trinks, это определенный показатель качества. Потому что в Китае компания Trinks очень котируется. Помимо брендов RST, Zoom, Suntour, которые мы ожидали здесь увидеть, появился абсолютно новый бренд X4, о котором я лично ничего не слышал. Надеюсь, что мы вам что-то новое рассказали. Китай полон, полон новшеств и удивления. Субтитры сделал DimaTorzok